Всем привет, вы на игровом канале Паша Кинга, и мы продолжаем проходить Чернобыл, Чернобыл Лид, Чернобыл Лайт, Лайтовый Чернобыль, короче. Ну, пошли на встречу, наверное, с этим, или нет, Basic Medicine, Слайкли, ммм, в Капачи можешь сходить. Либо Оливера послать, да, давай, 90%, 7% был успех в Капачах, погнали. Лоу, лоу, тут хай, он побольше соберет кровы, побольше соберет химии и еды на среднем уровне может собрать. Это замечательно так, лоу, лоу, а мы пойдем по заданию по-нашему. Холд, старт мюсен, ага. Меня до сих пор подбамбливает с того, что не хватает русского языка, но потому что это ненормально. Ну, ненормально не давать русские, не субтитры, и давать русскую озвучку. Почему так? Она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. На какую-то физику. Другое дело скрипка, конечно. Ведь скрипки же строят андроидные коллайдеры. Скрипки делают изобретение. Что-то на нее давили вообще, по-моему, по ерунде. Нет, скрипка это как бы тоже неплохо, но наука. Если есть дар к науке, то, ну ладно. Это мое мнение. День один. Взгляд на Москву. И московский взгляд. Утро. У нас есть. Револьвер. К нему есть сколько патронов? Десять патронов. Полчаса до нового шторма. Хорошо. Мне кажется, надо искать лут по-любому. Без этого никуда. Давайте осматриваться. Я не могу заходить в эти здания. К сожалению. А на самом деле хотелось бы. О, чернобылит. Ты можешь собрать? Нет. Зря. Хотя он тут везде. Дефицита-то с ним нет. Мы вообще... Хотя мы вообще в другом времени, по идее. А, нет, смотри. Эй... Эй... Я его не замечу. Так себе видок, да? Что случилось? Так себе видок, да? Твари эти... Атаковали. Последняя до меня добралась. А я ей башку снес. А теперь застрял тут. Зачем это? Эй... Я тут все патроны на эту тварь потратил. Патрон не одолжишь? Сейчас поясню. Я отсюда не выберусь. Так что... Give bullet shot him. Да давай я тебя убью. Давай я сам это сделаю. Спасибо. Не хочу, чтобы ты смотрел. Покончу с этим, как только уйдешь. В смысле? Я сам сказал, что я это сделаю. Не понял сейчас. Ну ладно. Не, ну как бы чил попал. Все, он признал, что без вариантов. Но какого фига? Нет, какого фига? Мы с ними об этом договаривались. Что это? Рвятся, растет. Так, белки. Но белки обычные. Белки, походу, и везде одинаковые. Я не совсем понял, как он врос в этот чернобыль. Ну да ладно. Что? Это что-то значит, или это просто радиация? Но я ничего не вижу нового. Но графика в игре приятная. Приятная. Я бы назвал это графикой Сталкера на максималках. Так, а это что такое? О, Сталкер. Торговец? Кто ты? Локшмидт. Ты не против, я тебя обворачиваю чуть-чуть? Ща вернемся. Мало ли он торгует, мы с ним сразу поторгуем. Хорош. Стопэ. Ой, в доме есть. А что это такое в доме? Там оружие. Смотри, там, это ствол точно. Сейчас пойдем в дом. Привет, друг. Я ищу кое-кого. Такой высокий. Худой парень. Волосы каштановые. Сутулый. Может, видел его? Не припоминаю. Он мой брат, я не могу с ним связаться. Понял. Я тоже кое-кого ищу. Так что не волнуйся. Присмотрю за ним. Спасибо тебе за отзывчивость. Во-первых, почему мне не дали права выбора? Во-вторых, за кем ты присмотришь, если мы его... Если мы даже не знаем, где он. Вот есть небольшая... Небольшой Дисона. Что? Ты? Такое. А... То есть... Слышишь, да? То есть, лутецкий мы просто так не заберем? Серьезно? Ну, нахрен. Чернобыль. Открой, пожалуйста. Хорош. Хорош. Патриков нет. Плехо-мухо. Нет, Патриков. Что это? Ничего. Нормас, нормас. Идем. На самом деле, напряжник. Опаньки. Чуть не пропустил. Чуть не пропустил. Счет ганс лаг. Да, а почему нет? Почему ты не заряжаешь их? О, я чувствую, сейчас кого-то будем убивать, да? Давайте этаж осмотрим до конца. Фонарик сел. Знаешь, в чем прикол будет? Если оно преследует меня уже. Мы же пока не знаем, как тут враги вообще выглядят. А можно с фонариком идти? Можешь не садиться, пожалуйста? Можно садиться? Так, сюда не дадите. Надо первый раз самый страшный. Знаешь, первый раз всегда страшный. И, наверное, больно увидеть врага. А потом уже проще. Когда ты, так сказать, уже знаешь лицом к лицу его. Так, это лифт. Ну, отдельное спасибо за дробовик. Как бы, знаешь, револьвер револьвером. Ну, мы же прекрасно понимаем, что револьвер это полная ерунда. Так, это лестница вниз. И тут я не слышу уже. Да, фонарик садится. Сейчас пока зарядим его. Он где-то здесь. Он где-то вот тут вот. Так, ладно, пошли аккуратненько. Давай аккуратненько долутаем дом. Я, кстати, не совсем понял, как тут автосохранение работает. Мне пришлось перепроходить момент в доме. Ну, зачистку и постройку у верстака. Представляешь? Опять все диалоги пришлось прослушивать. Давай дальше его изучать. Где эта сволочь, которая так дышит? Так, тут можно спрыгнуть. Сейчас, подожди. До конца осмотримся. Так, а как туда попасть? Пройдем. Трепки. Да ладно, нельзя. Ладно, хорошо, пошли. Фонарик, восстановись, пожалуйста, быстрее. А, он... Короче, надо все несколько секунд подождать, и он сразу восстанавливается полностью на 100%. Чуть-то это палевно, наверное, из окна смотреть с фонариком. Есть у игры еще и недоработки и баги. Она уже, она же в конце концов только в раннем доступе. Опять, да, в раннем доступе. Как бы я не любил ранний доступ. Не, не любил. Но когда очень хочется поиграть, и когда ты любишь сталкер, то ты будешь играть именно в него. Еще я чуть-чуть нервничаю, потому что, знаешь, тут чувство такое. Ага. Почему у меня такое предчувствие, что когда мы спустимся, что-то начнется плохое? Чувство неизвестности здесь. Мы... Мы же не знаем, что тут будет. Жалко, нельзя этим аппарат... Тихо. Жмур. Аппаратом пользоваться, не убирая оружие. Конкретно чувака нельзя облутать. Может быть, тут можно будет облутывать только тех, кого мы убили. Ну, не знаю, не знаю. Эй. Есть кто-нибудь? Кто у нас тут визжал? На духом не рычал. Давай, вылезай. Вылезай, вылезай. Я готов. Я морально-то готов. На самом деле, много времени тут потеряли. Ну, ты знаешь? Лут. Да нет, не на то. Ага. Лут и... А главное, шотган. Того стоит, наверное. Так, грибы. Я не понимаю, где он. Там точно кто-то есть в этом доме. Ладно, фиксим. Он сам испугался. Он спрятался от нас, понимаешь? То есть, это не мы? Его не нашли, не встретили. А он сам... Да ладно, дотянулся. Но меня устраивает этот расклад. Я не пойду туда. Там как бы страшно. Откроем? В смысле? Серьезно? Чё, прыгать? Нет, а как тогда? Нам туда игра? Ну, ладно, ладно. Всё это. Так, давай-ка выключим пока фонарик. Сквозь стены можно брать. Ну, ладно. Ну, не сквозь такие. Ага. Понял, понял. Нас видит. Сейчас будет шмалево. Тихо. Ретируемся сейчас. Быстрее. Где он? Тихо, тихо. Сейчас он подойдёт. Как? Что это? Пожалуйста, выстрели. Что это было? У меня дробаш был в руках. Почему он не стрелял? Ты это видел? У меня дробаш был в руках. Почему он не выстреливал? Что происходит? У меня был выбран дробовик. Нет-нет, Танюша. Ты неправильно играешь, солнышко. Здесь доминор, дорогая. И только так. Доминор. Только не говори, что мы начнём без дробовика. Я на это не подписывался. Я так не согласен. Сергей Петрович, слыхали? Они отложили испытания дуги. Сергей Петрович, ладно. Да как так может быть? У меня... Боганулось, боганулось. Только не говори, что с самого начала. Не говори, что без дробовика. Если так, то автосохранение вообще... Да ну нах. Игорь. Оливер проиграл. Подожди, выйди. А, нет, смотри, дробаш остался. Ну и хорошо. А можно мне... Что я должен сделать? С Оливером поговорить. Игорь. Мне нужно привезать рану. Нужна аптечка. Сам. Держи. Так, у меня нет аптечки. Давай попробуем создать. Я могу её создать на верстаке? Кстати, у игры очень большая резкость. Это плохо. Всё не то. Тут. First aid kit. Ну а почему я не могу ему её дать? Её дать. Допустим сорт. Back. Чернобылит. Herbs. Почему я не могу дать ему аптечку? Use. Я могу её юзнуть, но не могу ему отдать её. Игорь. Ну на. Play don't have medics. Да как нет, когда есть? Мы же только что проверили, что аптечка есть. Ладно, может быть что-нибудь другое. Хорошо. А тут что у нас? Очень высокая резкость, кстати. Это, видимо, на ультре. Так, можно поспать. Что это? Жена наша, да. Мне кажется, или там пластиковые окна стоят. На заднем фоне. Ну как бы, тут уже, знаешь, в домах окна ты не поменяешь на старые. Ну и пластиковые окна там быть не могло в те времена. Плиту можно найти, ну и поставить. Какие-то посуду. Потому что окна ты обратно людям не вставишь, эти деревянные убогие. Не, ну кто-нибудь согласился бы, но брось. А самое интересное, что это, ну, нифига не на кассете, а это всё в его голове. Сейчас бы очень подошёл какой-нибудь скримак. Тебе не кажется? Как так получается, что она вроде красивая, а вроде вот улыбалась и на этом чёрно-белом, на этой чёрно-белой записи и довольно-таки страшно. Это будет бесконечно идти? Давай поспим. После файла надо поспать. Почему я ему аптечку не смог дать? Вот видишь, тут ещё есть трудности перевода, которые можно не понимать. И игра не права вообще, чертовски. Добавьте это. Я думаю, сейчас вам ещё в стиме понапишут отзывов, и они уже должны будут добавить эту трубу. Хотя, как можно этого не понимать, то, что нужны русские субтитры? Текст. Нужен просто русский текст. Будет сделана синяя птица, скоро получим документы. Конец связи. Ты что творишь? Какого? Короче, он говорил то, что прикидывается синие птицей перед кем-то. Какого фига сейчас? Голос из радио был хотя бы слышен, а его голос, который стоит перед нами, был не слышен. То есть, добавлена русская озвучка, но её даже не слышно. Я недоволен. Ну, это трое-то, да. Не заскучал, не заскучал, это было глупо. Они могут нас выследить. Это вряд ли. Эта радиостанция отлично скрывается от кого-то. Я достаточно убедительно озвучил роль офицера. Поверь мне. Я нашёл, типа, что-то очень отличное и интересное. Тут Нар отправил солдат для поиска каких-то старых документов, которые датированы 86-м годом. 86-й год — это мой судебный процесс с Татьяной. По поиску Татьяны. Похоже, там убежище КГБ. И они там делали какие-то эксперименты. Подземелья, то есть КГБ. Я пойду проверю. Это определённо стоит выяснить. Мы уверены, исчезновение Татьяны как-то связано с прошлой деятельностью КГБ. И как меня только угораздило вписаться в эту безумную историю. Гоняться за призраками жен. Действительно, как тебя только угораздило. Да, я пойду дальше. Нам нужно встретиться с... контактом тем. Можно... На F надо было делать. Понимаешь, вот первое впечатление, оно, конечно, было более положительным, чем складывается уже во второй серии. Да, я после небольшого передыха... Сергей Петрович, слыхали? Они отложили испытания дуги. Было. После небольшого перерыва и впечатление уже немножко другое. Даже сейчас, 30 лет спустя, истинное назначение системы Дуга остается неизменным. Бывшие офицеры КГБ высокого ранга утверждают, что Дуга начиналась как военный проект. Но проект Дуга провалился. Не работало так, как было запланировано. А проект обошелся почти в 7 миллионов советских рублей. Подожди. 7 миллионов или биллионов? По-моему, биллион это миллиард, нет? А миллион это миллион. А не биллион. Я могу ошибаться. Ладно, погнали дальше. Так, секунду. Что-то вроде думал, отвлекусь на минуту, а отвлекся на несколько часов. Даже он побриться успел. Ну ладно, продолжаем. Надо еще вспомнить, что было-то. А, ну мы должны дойти до точки. Должны до точки, в этот раз не умереть. Погнали. Вот всего-то на всего. Представляешь, телефонный звонок случился. А получилось, во как. Уже даже не утро. Начинал утром, а уже как бы вообще капец. Не то, что на несколько часов. Я, по-моему, часов на восемь вообще отвлекся. Офигеть. Офигеть. Не, ну в этот раз мы пацаков положим. Скотина, блин, бери. Дребош. Дребош. Да что такое-то было, блин? Почему? Пошел в жопу. Где он, блин? Пошел нахер. А что, дробаш так не стреляет? Чуть опять не умерли. Надо подхилиться. Та-да-да-дам. Да ладно, ты представляешь, что нельзя их брать оружие? Дробаш вещь. Так, где этот жмур? Типа защищено. ДНК, да? Ну, что-то типа ДНК. Ну, ты понял. Как в этих всех фантастических фильмах. Слушай, как он... Как он... На самом деле игра очень сильно греет мой комп. Вот он прям от меня стоит. Он прям кипит... Кипятище. Обалдеть. Сейчас на нем VR-комплект лежит. Сейчас сгорит нафиг. Поплавится. И оттого я тебе так скажу... Нет, стоп. Стоп, 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 стоп. Куда? Куда? Мы не подхилились. Куда? Убьют нафиг. А что тебе нужно, чтобы подхилиться? Аптечку принять? Ага. Ну вот, она увеличивается здоровье. Это что такое? Запчасти, да? Механические части. Супец. Что он делает? Grab, sword, remove. А как я узнаю, что делает супец? Просто он насыщает меня, как еда? Ладно. Если честно, я уже хочу... Ну, конечно, если я уберу растительность, это сильно нам уберет графику. В смысле? Это что такое происходит? Товарищи. Не, я как бы серьезно, это что такое было? Где он? Где это, жмулик? Тот-то почему не умирал? Он боганулся, да? Да боганулся. Так, подожди, дай-ка брать, кстати, я подлутаю. Девольверама. Один? Серьезно? У солдата при всем амунировании был всего один выстрел? Что? Спасибо. Кажется, это плохая идея, так идти. Залезь, бляхо-мухо. Да как... Что происходит? Блин, они сложные. Короче, стелс наше все, да? Я правильно понимаю? Ясно. Стоп, ты применил? Хорош, молодец. Это что такое? Анти-радиэйшн? Ладно, погнали. Главное не умирать. Так, я думаю, лучше сзади обойти их, потому что они лицами сюда стоят. А эта штука их пометит? К сожалению, нет. Короче, эта игра не как и сталкер, не икшон нифига. Тут надо, ну вот, по-тихому как-то проходить. Ну да, подумаешь, вода летает. Ну, с какой водой это не бывало в конце-то концов. Тут можно пройти? Нет, нифига. Тихо, 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 дядь, ты меня не видел. Ты можешь лечь, поползти там? Ну, хотя да, там как фиг, там поползешь нормально. Ну, конечно, можно было бы попробовать их разложить. А можно как-нибудь засейвиться? Блин, капец. А тут только автосейвы? Как думаешь, осилим? Нет! Да что за херня? Патроны кончились, дурбашэ. Получил козел, падла, тварь, говно. Капец, вообще народ, капец, капец. Да и я не оружие хочу облутать-то, я их хочу полутать. Не, как бы сложно. Как бы сложно, но все возможно. Присядь. Есть что-то полезное. Цупец тоже восстанавливает здоровье. Надо будет еще... Нужен костер. Ладно, вроде как почти дошли. Тихо. Давай только без кракозябр сейчас, пожалуйста. Ты знаешь, я на больших понтах изначально шел в эту игру играть. А теперь что-то как-то... Хейст Рэйвен Пейпер. Это как в Фэллауте? Ну-ка мне печатать. А можно... Что? Нет. Боже мой, это же музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. Как это возможно? Тут еще что-то. Я тебе клянусь. Я только что просто начал вслепую печатать на клавиатуре. Я ничего ни о чем не думал. Но как-то получил этот пароль. Ладно. Ладно, хорошо. Что написано? For Tatiana, my love. Игорь. Это? Что ты еще говоришь? Что-то. Что там? Что ты хочешь, чтобы я еще увидел? Блин, эдак тебя Игорь колбасит вообще, а? А мы можем это забрать? Find your mentor to learn a new skill. Найдите учителя, чтобы найти, ну... Выучить новый скил. Хорошо. О, так ты и нашел его, старина. Это же твой, так ведь? Жучок. Прослушка, разве нет? Ты... Ты кто такой? Да что тут творится? Он хотел, чтобы ты пришел. Чтобы нашел этот старый чемодан. Этот безумный старый ублюдок сказал, что это привлечет твое внимание. Верно? Поторопись. Поторопись. Что? Привлечет мое внимание? О чем ты говоришь? Тсс. Здесь говорить опасно. Опасно. Встретимся в соседнем здании. Только подожди здесь ровно одну минуту. Понял меня, дедуля? Хм, старина, мышь. Совсем с катушек послетали к чертям собачьим. Что за банда психов? Действительно. Кто нах? Пошли-ка гавриков вообще влутаем. Не бесите меня. Можно каску забрать? Можно не забрать эту каску, нет? Хорош. Что это? А. Можно тебя забрать? Некоторые, кстати, просто летают. А, ну это же и Чернобыль, это нормально. Ты что, не знал, что это? Заяц? Ну, заяц. Обычный заяц, кстати, они тоже такие большие бывают. Не кролик домашний. Ну? Ну? Я так и знал, что это еда, но поэтому и убил. Хотя он какой-то не совсем настоящий. Хотя, ладно, настоящий и не настоящий, это игра. А еда нам тоже нужна. Так, 86 метров сейчас. А, можно костер? Можно костер и больше не тратить патроны в тупую, как на заяца. Но надо было попробовать. Может, даже охотиться было бы нельзя. Только ради этого, на самом деле. Я, конечно, все понимаю, но я никогда не видел револьвера на 7 зарядов. Хотя я и револьверы-то только в играх видел. В руках только пневматику держал. Так, стоп. Надо не забывать этим заниматься. Почему нельзя стрелять от бедра? То есть, оно, понимаешь, в экстренной ситуации очень бы помогло. И сэкономило бы нам секунду, так точно. Ну, представляешь, что ты не можешь выстрелить просто слепую даже от бедра. Ну, даже фиг с этим перекрестием, прицелом. Нету его и нет. Так, пустите меня сюда. Впустите! Там лут. А давай, а давай мы заберемся, а? Сейчас бы, как модно говорить, в 2К19 так игры делать, что нельзя, персонаж не мог забираться. Шучу, конечно, это мелочь. Если легкая возможность обойти, то вообще ерунда это все. Ладно, туда мы не пойдем ради этого. Так, не тупим. Погнали, вроде полутались. К пестику патроны есть. Пестик хорош на дальней дистанции, а дробаш нам тоже так же очень пригодится. Погнали в дом. Я бы не отказался от патрончиков дробашу. Привет. А, они реально летают, ты глянь. Они то попадают, то появляются. Если это не баг, то значит они пропадают, появляются. Так, что мы имеем? Ой, блин, смух. Ох, это что такое? А, это рисунки просто. Да, ты глянь, оно пульсирует. Только сейчас обратил внимание. Ну, в смысле, в этом доме. Что бы тут ни было, главная дичь наверху живет. Что это? Букварь. О, кстати, у меня такой же был в школе. Я тебе серьезно говорю, прям вот один в один. В первом или втором классе. Я помню, что они цветами различались. Это я так начинаю вспоминать, меня это успокаивает. На самом деле, что-то не страшно. Страшно, потому что тут довольно легко помереть. Уровня сложности, напомню, в принципе, в этой игре не было. У меня глюки или тени двигаются? Вот серьезно, это глюк? Даже не игры глюк, а мой. Оооо! Собака, блин! Почему нельзя стрелять от бедра, ты бляха, муха? Что это такое? Что ты? Что ты за падла страшная? Ладно, все, теперь мы знаем, как оно выглядит. Мрет легко. Мрет как сволочь последняя. Да, кукла зеленоглазая. Ладно, на самом деле, их слышно. Их слышно, вот это вот. Гадское их. Тихо, 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 тихо! Народ, без этого. Что-то забыл. Смотри, где прячет. Ладно, пошли наверх. Подожди, а что это за задание? А, да, точно, мне уже... С этим же. Контакт. Он вот здесь. Давай, давай, выходи. Он за стеной. Я тигрен за стеной. Паскуда это. Ну вот это круто. Заставляет стрематься, серьезно говорю. Эти пацаны реально заставляют стрематься. Зайдешь ко мне? Давай, я тебя жду. Он вообще сильный бы мне хп снес. Хрен пойми, где он ходит. Я то в левое ухо, то в правое слышу его. Тут нифига. По-моему, мы тут были, да? Или это... Нет, просто одно и то же. Клюя. Че? Ну, это как вот это вот читать? Комраду майору Степанову. Да, командиру майору Степанову. Я не знаю, кто-то играет. Моя, боже. Эй, янки, левел один, сам мач. Файндет. Короче, на 41-й странице че-то мы должны найти и посмотреть на странице 43. Нифига не пойму, серьезно. Ну, блин, вот разрабы, надо обязательно давать этот самый русский перевод. Ну вы что? Ну вы что? Ну, хорош. Так нельзя делать. Не, понимаешь, там условно смысл понятия, но вот сейчас вот это вот мне предполагать, что там написано. Как-то по словечку переводить, если... Это наш контакт. Все, это неплохой. Ну, наконец-то, старина. А ты мне уже нравишься. На зомбаря похож. Старь не стал ждать, как я тебе сказал. Не просто оказалось тебя сюда заманить. Теперь, когда ты меня слушаешь, он хочет проверить тебя, чего ты стоишь, избранный ли ты, мессия ли, бла-бла-бла. Типа того. Но старый безумец и правды хочет тебя испытать. Крысиный король, он промолвил. Либо подлинный верующий. Кто же он? Не, 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 не. Я слышал достаточно. Он мне так сказал. Хочешь знать правду? Пусть выбирает. Сделает мудрый выбор, и я все ему расскажу. В общем, старина, сосредоточься. На столе две штуковины. Первая. Детонатор. И вся эта чертова дуга взлетит на воздух. Вторая, примочка для контроля над разумом. Можешь взять ее и повелевать людьми. Заставлять их творить безумные вещи. Она работает, точно тебе говорю. Еще он сказал. Только подлинный верующий, ищущий правдой поставит высшее благо над собственными интересами. Он? Кто он? Что? Это не так уж важно. Что важно, так это завоевать его расположение. А внимание его ты уже привлек. Так, а тебе? И что делать? Ну, что делать-то? Так, ты хочешь, чтобы я пошел на глаз Москвы? Ага. Или хотел взять это? Решать тебе, гений. Я свое дело сделал. Сюда привел. Его долбанное послание передал. И даже убедился, что ты его понял. Последние слова... Че? Я знаю, я знаю. Сейчас вот надо подтягивать английский. И в курсе. Можешь, короче, не объяснять. Детонатор. Давай, конечно, возьмем контроль разума. Такая штука. Так-то вроде сюжет понятен, когда они говорят, да? То есть, все, ну, ясно. Ну, блин, ну... Я в первый раз в жизни играю в игру, где есть русская озвучка. Хотя, конечно, кривая, как ты уже заметил. И нету русского текста. Ты закончил свой первый квест. Ты можешь... Да ладно. Использовать портал-генератор в той его инвентаре, чтобы вернуться домой. Погнали. Так, где он? Инвентаре. А! Портал-генератор. Это круто они сделали. Понимаешь, так-то я переводить... У меня получается более-менее, чтобы понимать. Но вот когда они в диалогах начинают говорить, там, конечно, затупырили. Ну, я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Мы это все видели. Мы это все видели. Ну, ну, вообще капец, на самом деле. Хорошо, мы дома. Где нам найти ментора, чтобы прокачать скилл? Я бы, если честно, не отказался. Так, сейф прошел. Игорь, давайте поговорим с Игорем, как бы... Стоп, выйди, выйди, пожалуйста. Я... Оливерсексес. Ну, давай, Оливерсексес, да. Некоторая еда... Ну, была использована... Не-не-не, не хочу, чтобы сталкер был голодным. Ну, типа, ес. У нас, по-моему, еды-то полно. Не, можно выйти. Ну, в смысле, не в главное меню. Я его куда-то отправил, а я не хотел. Меня игра заставила, а не отправил. Так, есть что накрафтить? Я бы не отказался научиться крафтить патроны. Что это такое? Не пишет, ну, ты видишь, не пишет. Я нигде не вижу, что-то изменилось. Допустим. Воркшоп. Давай сюда. Допустим. Не хватает энергии на базе. Короче, нужны генераторы. А где генераторы? Ну, это вот как будто бы все... Ага. Два могу поставить? Нет. Вот. Вот оно где. Патрончики можно делать. А, я хочу вот эти вот. Это к дробовику, да? Я правильно понял? Потому что вот эти вот мы собирали. Ладно. Ну, типа, уже неплохо. Уже, понимаешь, к дробовику у нас что-то имеется. Потому что дробаш наше все. Глянь, отражения добавили такие. Уж я не слышал ничего про РЗХ в этой игре, но отражения приятные. Так. Кустики. Ну, кустики. В смысле? Не, ну, для кустиков нужен стол отдельный. Ну, че мы... Че мы как эти-то? Так, что это? Что-что? А куда мне это сажать? Ну, он не хочет сюда класть. А, у меня не хватает Машрумс. Все. Можно, во-первых, кроватку. А зачем мне топливо? Представь, пожалуйста, столик рядом. Но обязательно должен столик стоять. И теперь мы поставим... Да, травку. Ну, куда ты? В текстуру ты ее загнал? Я же вот сюда ставил. Вон, пускай растет. Так, а теперь ее... Вон, пока просто брать нечего, походу. Давайте на этом серию закончим. Продолжим в следующей серии. Вообще игра нравится, да? То есть... Ну, блин, ну как же мне не хватает русского текста? Ну... Ах, я ладно. Я, наверное, не устану об этом говорить, а ты устанешь об этом слушать, наверное, раньше. Ну, как-то так. Спасибо, что смотрел. Не забывай поддержать видос лайком, подписывайся на канал и не забывай ставить колокольчик, чтобы не пропустить выходного видео. Жду тебя в группе ВКонтакте, в своем Инстаграме, ссылки в описании. Спасибо еще раз за просмотр и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok